Элитные козочки. Американская кровь на Алтайской земле. 12 рогатых. Главные звезды подворья Антонина Гордиенко. Сейчас стадо, а много лет назад началось все с одной козы. Началась молока для себя, началась баловства козочка, потом для козы нужно козла, потом зачем для одной козы козла, нужно еще козу. И так пошло, пошло. Потом, когда начинаешь это углубляться в плане науки и начинаешь понимать, что это селекция, это уже вкусное молоко, это правильная форма в имени, это много молока. Такая маленькая коза, у меня есть даже козы крупнее, она помельче по сравнению с этим, но она дает 7 литров. Таких гигантов производства немного. В среднем каждая коза дает по 5 литров. Молоко покупают местные и даже столичные жители. В последние годы в мире фиксируют моду на продукцию мелкорогатых. Рекорды распространения бьют в США. В некоторых штатах уже 20% молочной промышленности – козьи. В России фиксируют около сотни козьих ферм, а вот сколько у нас кустарных производств – неизвестно. Есть профессиональные ножи, которые красиво режут. Но тут главное, что резать, а не чем резать. Козами занимается в основном сама антонина, поэтому главный продукт на сбыт – молоко, а из остатков делает сыры. После обучения у итальянца может изготовить десятки видов. Это сыр в масле расторопший. В Москву отправила несколько таких банок. Заводчица не удивляется, говорит – полезно. Биологи не спорят. По словам специалистов, жиры козьего молока в сравнении с коровьим легче всасываются. Сывороточный белок проще переваривается. Есть и другие плюсы. Это молибден, это марганец и это медь. Это элементы, которые участвуют у нас в организации работы кроветворения. И, соответственно, у детей, которые получают козье молоко, процессы кроветворения существенно улучшаются. Ну, а кровь, вы знаете, это и переносчик газов, и переносчик питательных веществ. А вот врачи уверены, что спрос на продукцию коз скорее мода. Но ведь и ее можно обратить во благо. Плотность сгустка при створаживании молока меньше в козьем молоке. Поэтому творог и сыр из козьего молока, он такой более нежный, более рыхлый, легче переваривается желудочными ферментами. И вот он такой, как бы сыр, не такой плотный. Допустим, из козьего молока не получишь пармезан. Мы пытались выяснить в региональном минцельхозе, может ли Алтай стать столицей козьей продукции. И получили такой ответ. Разведение мелкорогатых занимаются в личных подворьях. А так как исторически козы у нас в приоритете никогда не были, говорить об их перспективах нецелесообразно. А тем временем Антонина продает уже и самих коз в Иркутскую область. Уверена, что начинается все с желания питаться качественно. Так что явно найдутся энтузиасты развивать маленький рогатый бизнес.